Примерно 25 лет назад, примерно, русские, скажем, ученые, востоковеды не точно могли определить слово «карма». Не знали точного определения, точного перевода. Я помню, нас пригласили однажды в Кунсткамеру в Санкт-Петербурге, там есть отдел востоковедения, несколько ученых людей, чтобы посоветоваться с нами по поводу значения этого термина «карма», что такое «карма». Они знали, что из группы в Санкт-Петербурге таких людей, которые изучают веды, они последователи, они принимают принципы в жизнь, следуют этой практике, и они решили спросить у нас, что же такое «карма». Потому что, с одной стороны, это работа, с другой стороны, это судьба, как это все связано, об этом речь шла. Но теперь мы уже знаем, что «карма» — это причинно-следственная связь поступков человека. То есть, судьба — это то, что делаю я сам. Но почему? Это становится судьбой. Потому что мои собственные поступки именно и связывают меня этими законами последствий. Есть работа поступка, есть следствие этого поступка. Вопрос. Что важнее? Поступок или следствие? Последствия важнее поступка, говорится. Поэтому, прежде чем что-то сделать, нужно всегда подумать о последствиях. Это законы кармы. То есть, какой поступок приведет к какому результату? Очень простой принцип. Что посеешь, что пожнешь. Если мы посадим, скажем, капусту, мы не ожидаем, что вылезет морковка на грядке. Так? Но это же логично. То же самое. Если мы совершаем определенные поступки, с определенным отношением, мы должны ожидать того же самого в будущем. Но вот когда — это вопрос сложный. Потому что карма, хитроспелительные кармы сложны для понимания. Есть как бы семечка поступка, которую мы бросаем сегодня, каждый день. Есть уже росток, который проявляется. А есть ростки, которые дали уже листья какие-то. Другие соцветия. А следующий, четвертый, уже плоды. Плоды означают, что я уже их испытываю на себе. Я либо наслаждаюсь, либо страдаю. У меня определенное настроение, отношение к жизни. У меня могут быть проблемы, может быть, что-то хорошее я ощущаю и получаю. Это плод. Плод бывает сладкий, горький или смешанный. Смешанный означает неплохо, нехорошо, а вот обыденно. Обыденно. Ну, скучно даже. Не назовете, что это плохо, но не скажете, что хорошо. Большей частью мы с вами вот так установлены в этой мире. Как бы обыденность. Неплохо, нехорошо. Я не скажу, что я несчастлив. Но и в то же время не могу сказать, что я абсолютно счастлив. Как бы обыденность некая. Но иногда бывает очень хорошо. А бывает иногда очень-очень плохо. Это результаты плохой или хорошей кармы. Причина-следственная связь, она начинается с физических законов. Любое действие на физическом уровне имеет противодействие. Это доказано физиками. Действие – противодействие. Вы давите, есть сопротивление обязательно. Я просто сейчас возьму и разжму пальцы. Это деятельность. И по закону природы… Смотрите, он упал сам. Нет, это я уронил. Так кто же виноват в этом? Законы природы или мой поступок? Они взаимодействуют правильно. Есть судьба. Судьба – это закон природы. А есть мой поступок. Карма и последствия кармы. Так строится судьба. То есть мы взаимодействуем с миром, который соткан из законов. Мы взаимодействуем с законами природы. Отсюда последствия исходят. А карма – это интересный термин. Это касается нашего предназначения. Эта деятельность не приносит ни плохих, ни хороших результатов. Вообще никаких материальных результатов не приносит. Ничего. Кроме развития качеств. Эта деятельность предназначена для улучшения человеческих качеств. Что такое? Бескорыстная деятельность. Например, обмен подарками. Вы берете какой-нибудь подарочек, покупаете на день рождения и дарите кому-то бескорыстно. Что это? Какому это? Карма? Викарма? Акарма? Вы что-то с этого имеете? Нет, вы ничего не имеете. Вы также многое не теряете. Но вырабатываются отношения, качества. Помните тот пример, когда два человека жили, два брата. Жили по соседству в двух домах. У них было одно пшеничное большое поле. Выращивали пшеницу. Один был женат, у него была большая семья и дети. Другой холост. А урожай делили 50 на 50 процентов пополам. Вот этот женатый, у которого много детей, думает ночью, плохо спит. Как же так вот? 50 на 50 процентов. У меня большая семья. Обо мне позаботятся на старости лет мои дети. А у него нет никого. Я ему говорю, бери больше, чем 50 процентов. Откладывайся на старость. Кто о тебе позаботится? Не соглашается. Не берет больше. Вот проблема. Он плохо спит по этой причине. Поэтому ночью он просыпается и мешок зерна берет из свой амбар и подсыпает брату. Идет туда, в амбар. И засыпает спокойно на эту ночь. А тот, который холостой, брат, тоже плохо спит. Тоже ворочается и думает, ну как же так 50 на 50 процентов. У него же большая семья. Ему же нужно больше. Кормить детей надо. Я ему говорю, бери больше. Мне-то зачем? Я один. Не берет. Он тоже ворочается, просыпается ночью. Берет мешок из своего амбара зерна. И подсыпает в амбар брату. Вот так они по ночам ходили друг к другу, подсыпали зерно. Пересыпали его из пустого в порожье. Пока ночью не встретились нос к носу с мешками за спиной. И поняли, что происходит. Об этом узнали другие люди. Даже там храм построили в честь этих двух братьев. Как вы понимаете, количество собственности у них не увеличилось и не уменьшалось. А любовь росла. Это называется, я объясню термин, а-карма. Деятельность для улучшения любви, качеств, отношений, атмосферы, счастья. Деятельность, приносящая счастье. Ви-карма. Это термин неприятный. Частичка ви означает против благочестия. Меня не интересуют, знаете, люди, общество или другие чужие семьи, чужие люди. Отчуждение. Я для себя хочу что-то делать. Меня не интересует, зачем мне думать обо всем обществе каком-то. Обществе много проблем, много разных людей, знаете. Я был добрым когда-то для всех, но меня обманывали не раз. Поэтому я хочу быть просто добрым для себя, для своей семьи максимум, для каких-то близких, дорогих людей. И ради них я могу делать все, что угодно. Даже обманывать чужие семьи. Даже, знаете, могу и убить кого-то ради больших денег. Это нередко случается, правда же? Это ви-карма. Греховная деятельность. Она сопровождается насилием, эксплуатацией, угрозами, страхом определенным. Вот, например, сейчас мы с вами, вообще вот в этом мире сейчас, в современном мире, по большей частью мы зависим от состояния страха и желания. Две вещи. Есть желание хорошей жизни. Есть страх недостичь этого. Или страх безденежья. Или страх потерять здоровье. Или страх остаться одному. И люди движимы, мы сейчас с вами в этой культуре, этими двумя вещами. Желанием устроить свою жизнь хорошо, чтобы исполнялись наши желания материальные. И страх не исполнить или потерять что-то. Вот, это называется ви-карма, атмосфера ви-кармы. То есть каждый выживает и борется за свое существование сам за себя. Это ви-карма. В общество, где ви-карма, люди друг другу все становятся чужие. Даже родственники могут подать в суд друг на друга за наследство. Они отчуждаются, когда речь идет о собственности, о деньгах, о плодах. Это ви-карма. Греховная деятельность. Она не предписана священными книгами, не предписана мудрыми. Но, тем не менее, к этому есть склонность. И этим руководит относительно любовь. Поскольку я люблю себя, то ради себя я могу навредить кому-то. Иногда я думаю, что отобрав жизнь у одного человека, я могу продлить себе жизнь. Это ви-карма. Я люблю себя. Я могу любить свою семью. И ради любви к своей семье я могу обмануть и другие семьи. Ничего страшного. Я люблю свою страну. И ради любви к своей стране, патриотизм, я могу уничтожать другие страны. Это любовь относительная называется. Или ви-карма. Порождает грехи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok